Плацдарм Надежд Очень сложный и очень важный этап уже прошли Какие возможности открывает перед ВСУ закрепление на Херсонском левобережье? А также планы на зиму Дорубить линию Суровикина и попытаться двигаться к Северному Приазовью Не остановит ли холода украинское контрнаступление? Мы можем воевать и в любое время года Тут опасно, надо быстро бегать Мы разобрали все возможные сценарии Долгожданная новость Вооруженные силы Украины совершили прорыв через Днепр И закрепились на оккупированном левом берегу Херсонской области Эту информацию подтвердило командование морской пехоты А президент Зеленский показал фотографии с этих плацдармом Пехотинцы на лодках и оператор дронов Слухи о высадке наших диверсионно-разведывательных групп В течение месяца активно распространяли западные аналитики Но наши военные этого не подтверждали И вот ситуация наконец прояснилась По сообщению командования морпехов С начала этой операции было уничтожено более тысячи оккупантов А также сотни единиц вражеской техники Прорыв был очень сложным и рискованным Ведь левый берег буквально нашпигован российскими захватчиками Их ловушками и средствами наблюдения Операции, которые заключаются в том, что нужно преодолеть такое водное препятствие Барьер и закрепиться на другом берегу Даже если это не река, а болотистая местность Это в принципе уже чрезвычайно сложная операция Американское издание Wall Street Journal раскрывает другие детали форсирования Днепра Наши бойцы обустроили плацдармы в трех селах на левом берегу Смогли доставить туда бронированную технику И уже якобы отрезали один из важных путей снабжения захватчиков Но впереди еще немало задач Главное закрепиться на левом берегу Активно вести контрпатарейную борьбу Для того, чтобы отодвинуть артиллерию врага По меньшей мере на 20-30 километров от Херсона Потому что они продолжают обстреливать артиллерии по 100 и более выстрелов И накопить там войска Попытаться создать мощную группировку, которая сможет двигаться дальше Рассматривать такой плацдарм, как отправную точку для прыжка Пантеры Рана, это лишь часть одного большого пазла Хотя в конце концов он может стать важным элементом в освобождении оккупированного юга Детали разбирать не будем, чтобы не помешать планам наших вооруженных сил Впрочем, есть интересный момент Российские СМИ растиражировали новость о якобы отводе своей группировки Днепр Которая оккупировала левый берег На более выгодные позиции Но вскоре это сообщение исчезло Что это было? Неужели фальстарт очередного жеста доброй воли? А может намеренный информационный вброс? Есть даже термин «туман войны», когда театр боевых действий прикрывается мраком для того, чтобы дезориентировать противника Если россияне такую информацию вбрасывают, значит происходит что-то очень серьезное А насколько серьезное, наш генштаб в части аналитики просил этого не анализировать Потому что мы можем прийти к правильным выводам Готовят ли здесь оккупанты свое отрицательное наступление? Шансы туманные, ведь враг пока имеет количественное преимущество Мощные укрепления и прикрытие с неба авиацией Но ВСУ действует по плану Если говорить о крымском направлении, то это направление, в котором мы будем двигаться в любом случае Продвижение наших сил постепенно идет вдоль всего Южного фронта Наша задача не меняется Прорубить окончательно линию Суровикина, выйти на Северное Приазовье Закрепиться в районе условно-молочного лимана То есть прорубить сухопутный коридор Крыму Это очень трудная задача, но все же реальная И здесь важно, не помешает ли реализации этих планов зима Пока похолодание не приостановило боевые действия Даже напротив, враг поднял голову и пытается любой ценой вернуть земли, освобожденные нашими защитниками Для этого бросает на местные штурмы свежую кровь У них сейчас призыв идет, они пытаются призвать еще 130 тысяч Как говорит наше главное управление разведки Ежемесячно им из-за скрытой мобилизации удается отправить на фронт около 20 тысяч Военнослужащих Учитывая и подразделения так называемой ЛНР-ДНР И Росгвардии Вооруженной Силы РФ Выходит где-то полмиллиона военнослужащих сейчас Эксперты считают, оттуда и обострение ситуации На Купенском и Бахмутском направлениях А также у Кременной и Авдеевки Наши войны дают оккупантам отпор А те внезапно выяснили, что нужно быстро бегать Потому что на фронте опасно Вот это, к сожалению, место гибели наших парней Тут опасно, надо быстро бегать Потому что дроны прямо в небе А вот это, ребят, остатки от нашей МСТ-С Конечно же, сезонное влияние неизбежно Зимой сложнее маскировать технику и личный состав И запускать беспилотники Но технологии не стоят на месте Сейчас погодные условия влияют на ход событий Но уже не так существенно Современные технологии, современная техника Позволяют проводить разведку, наносить удары Использовать БПЛА и днем, и ночью, в холодную погоду Сегодня зима не является такой проблемой, из-за которой все остановится А вот непроходимость тяжелой техники Проблема, которую решить не так просто Особенно острая она будет на юге, где зимы теплее и почва не промерзает С выпадения мобильных осадков танкистам придется тяжело Напомню, советские танки весят от 45 до 43 тонн БМП, БТР в пределах 12-13 тонн А натовская техника, она тяжелее Танки весят от 57 до 75 тонн Как челленджер, а бронетехника от 20 И может достигать даже 30 тонн В зависимости от комплектации Конечно, если почва будет мокрая, все это двигаться не сможет Но по сравнению с прошлой зимой Теперь наши подразделения усилены легкой бронетехникой И это дает новые возможности, которых не было раньше В отличие от танков, она проходит слякоть, более маневренная и быстрая МРАП, МАКС, ПРО, сенатор Кипри, они относительно легкие В пределах 4-5 тонн и даже по мокрому грунту двигаться смогут Поэтому не исключено, что характер боевых действий изменится Заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин рассказывает Сейчас тяжелая техника используется преимущественно с закрытых позиций Как сила поддержки Продвигаемся в основном в пешем порядке, пешими группами Атакуя вражеские позиции Это связано не только с погодой, но и с современными обстоятельствами ведения боя Потому что технику легче поразить, легче обнаружить Она сразу сжигается Пехота снова может вытянуть на себе все С наступлением холодов усиливается работа артиллерии У врага еще есть запасы Плюс он получил снаряды из Северной Кореи Впрочем, количество это не всегда качество Нам есть чем на это ответить Благодаря точности нашей артиллерии мы наносим меньшим количеством выстрелов Больше вреда, чем они Когда разбивают по квадратам территорию и засыпают снарядами К тому же ВСУ имеют успехи в уничтожении вражеской артиллерии И с такими темпами запасы россиян будут быстро таять даже зимой Если до мая мы уничтожали в среднем 200-300 единиц ствольной артиллерии в месяц То с мая по сентябрь включительно более 3600 орудий За счет активизации дронов Камикадзе и очень четкой контрбатарейной борьбы В итоге зима не остановит, но замедлит контрнаступление Состоятся ли прорывы на восточном и южном фронтах Будет зависеть в первую очередь не от погоды, а от западных союзников Итого, дадут ли они новое оружие, боеприпасы и авиацию Алла Чиж, специально для телеканала Freedom